Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» поддержали и в Арсеньеве. Там со школьниками встретились работники авиационной компании «Прогресс». На своем примере инженеры и слесари рассказали, в каких вузах учились и почему сделали выбор в пользу этого предприятия. О том, как воспитывают новую смену заводчанин, следующий наш материал. Обработка деталей, изготовление электроники, сварка и сборка. Для каждого процесса отдельный цех. Арсеньевские школьники и студенты теперь знают о производстве вертолетов больше, чем некоторые взрослые. Стас Артюхин на «Прогрессе» не в первый раз. На заводе студент второго курса трудится каждое лето. Мечтает устроиться сюда после окончания колледжа и стать сварщиком шестого разряда. Из аппаратов это мне понравилось. Мне тут как с него смотришь, там все красиво, ярко, все прям. «Неделю без турникетов» в Арсеньеве «Прогресс» взял на себя. Так, на предприятии планируют обеспечить себя молодыми кадрами. В рамках всероссийской акции провели 10 мероприятий по профориентации на базе нескольких площадок города. Специалисты «Прогресса» встречались со школьниками и студентами, рассказывали о тонкостях профессии и что нужно, чтобы устроиться на завод. В индустриальном колледже для школьников провели мастер-класс. Подростки смогли испытать на себе труд электриков, автомехаников, слесарей и сварщиков. Завершилась акция проектом «Эра инженеров». Это такой общегородской класс, куда входят талантливые дети со всего города, которые мечтают стать инженерами. Два раза в год подростки решают сложнейшие задачи, благодаря которым развивают нужные для будущей профессии качества. В этом году школьники должны были за короткое время составить чертеж предложенной детали, найти ей применение в схеме аллигатора и еще обосновать ее предназначение. Экспертами выступили студенты местного филиала ДВФУ и молодые специалисты предприятия. Предприятия сейчас у нас оснащены современным оборудованием, внедряются инновационные технологии. И, конечно же, для того, чтобы это все безупречно работало, нужно привлекать специалистов нового формата. И мы делаем ставку, конечно же, на молодежь. В акции приняли участие около 700 учащихся. Это студенты колледжа и университетов и старшеклассники. Впервые в этом году на экскурсии мастер-классы привезли молодежь из Анучинского и Яковлевского районов. Дарья Орлова, Вадим Перевалов. Панорама.